Всем привет! Сегодня у нас такое будет небольшое видео для одного нашего подписчика с другой группы. У нас появилась новая группа. Ну как бы мы группу Туризм Кривой Рог мы не забрасываем. Но как бы параллельно мы стали заниматься еще некоторой деятельностью. Кто хочет ознакомиться с ней, пожалуйста, Даиры на канал. Там все увидите. Там целый альбом, плейлист. Заходим и смотрим. Суть в том, хотели мы поснимать просто. Для тех, кто знает Кривой Рог, можете не смотреть, можете посмотреть. Хотели снять просто видео для человека, который из Ивана Франковска. Показать, чем наш город зарабатывает на жизнь. И где наши люди работают. Находимся мы сейчас на старом заброшенном карьере. Возле шахты Родины. Вот сама шахта вы можете увидеть. То есть мы находимся сзади шахты. Копер стоит. В принципе ничего такого необычного для человека с Кривого Рога. И здесь за моей спиной можно увидеть заброшенный карьер, отработанный. Такой вот карьер. Не знаю я какого он года. Это одни, между прочим, это один из первых карьеров, которые начали копать здесь при постройке города. То есть он очень-очень старый. И сейчас его потихоньку засыпают. Ну вот, как видно, свежая руда. Засыпают его. Правда не активно засыпают. Там вон дальше есть еще одна яма. Вот там вот. Вот. Где-то там примерно. Есть еще одна яма. Это тоже старый карьер. Вот раньше такие карьеры были маленькие. Сейчас стали рыть глубже и шире. Просто выигрывают. Запаска лежит. Кто еще не видел? Обращаю внимание, там сзади запаска лежит. Это мы купили, не знаю, будем делать какой-то велоприцеп. Надо колесико оно, двадцатое. Синенький там мой. Я на двух по две катаюсь. Красный. Саш. Да, с таким соблезным сиблоном, короче. Ничего, бывает такое. Вот этому сиденью оно кочует у меня с велика на велик. Короче, вот так вот уже позапихивал и нормально пойдет. Саша, я люблю, просто она мягенькая. Да, сиденье прикольное, мягенькое. Ну, нормально. Не хочешь с ним расставаться. Трошки облезло, но ничего страшного. На скорость не влияет. Сделаем маленький обзор нашего велосипеда. Наших велосипедов. То, что у нас тут висит на велосипедах. Здесь у меня стоит обычно велокомпьютер, который сейчас отсутствует, вследствие того, что села батарейка. Здесь велосигнал раз. У Иры такой же самый, только зеленый. Такой вот. Кстати, мы же не тестировали на видео наши сигналы. Помнишь, вот с Китая пришло. Да, Ира уже отломала кнопочку. Такая вот кнопочка тут была. Пластиковая Ира отломала ее, она дома валяется. Где-то надо пиклеить. Короче, один мы купили у нас в городе, по-моему, за сколько? За 50? Да, это красненький купили в городе у нас. Нет. Вот этот мы купили. А, да, точно. Зеленый мы купили у нас в городе, по-моему, 60 гривен. А этот нам пришел с Китая. Через полгода мы заказали посылку. Она где-то ходила-бродила по Укрпочте. В итоге через полгода она пришла. Естественно, что мы с китайца забрали деньги, и он нам достался на халяву. Ну, такие два одинаковые. Только у Иры как-то он быстрее что-то сигналит. Вот. Здесь у меня стоит... Самодельный? Кто еще не видел самодельный фонарик. С 3-х ватным светодиодом. Ой, а здесь реклама. Вот. Вот реклама. То есть, подключается он от пауэрбанка. Здесь гнездо. Вот. Шнур, который сейчас стоит на Ирином велике. Вот. Здесь обычный фонарик. Какой-то китаец там. Вот, дядя Толя, спасибо нам сделал. Такие переходнички под 18650 аккумуляторы. Две штучки. Две штуки, да. Сделал. Одна у Иры стоит, а одна у меня. Вот так. Ну, у Иры тот же самый сигнал, что и у меня стоит. Потом я ей поставил свой налобный фонарик. Он классно бьет. Все. И сделал возможность подзаряжать его от пауэрбанка прямо в дороге. Вот. Так. Что тут еще у нас? Переделанный. Фонарик переделанный. Тоже под трехваттный светодиод. Изначально лонгусовский фонарик вот такой вот. И шел с одноватным светодиодом. Я его перепаял. Поставил трехваттный. Поставили сюда за место простых трех батареек типа АА или как-то. Ну, короче, в общем, мизинчиковые батарейки. Поставили за место них 18650 батарею. И сюда я еще влепил регистратор. Вот так. Это знакомый покупал машину. В машине лежало два регистратора. И привет. Вот там что-то с отвала падает. Какие бутылки сыпятся. Вот. Ну, в общем-то, вот так вот. Как-то у нас эта система стоит. Вот, кстати. Вот зарядочка идет к ней. Оттуда, вот, где-то. Вот нам он мешочек с пауэрбанком. А сейчас пауэрбанка нет. Сейчас он у меня тут в сумочке. Вот у такого пауэрбанка заряжается у нас регистратор. Кстати, ты забыл сказать, что регистратор крепится на штатив. Ну, штатив раньше был маленький, который подарил нам Андрюха. Это был штатив. Андрюха Спас нам подарил. Вот, ссылочку на его канал мы оставим в описании к видео. Кто интересуется походами там и так далее, заходим, подписываемся на Андрюхин канал. Смотрим видео, ставим лайки, комментируем. Дядя Толя им канал мы, кстати, тоже выложим в описании. Вот Дядя Толя, тот, который нам сделал вот такие вот переходнички под этот, под 18650 аккумуляторы. Что-то моя как-то поржавела уже. Реально, поржавела. Ну, ладно, покрасим их. Ну, моя красивенькая. Дома черная краска есть, покрасим. Получика. Такие у нас красивые красные колеса. Ну, велики, как видите, у нас далеко не брендовые у Иры. Ну, в общем-то, в принципе, два велика. Ашанбайки. Я, как бы, ну, не особо такой фанат там мега крутых велосипедов. Хотя, ну, на халяву я бы себе хотел бы. КТМчик какой-то. Вот. Ну, либо хотя бы, хотя бы GT-шку. Но, так, чтобы покупать, сейчас цены такие на велосипеды. Вот у меня друг купил GT-шку какую-то там за 9 штук. Ну, за 9 штук, извините меня, я могу купить себе копейку. И ездить себе на 4-х колесах, и у меня будет крыша над головой. Поэтому не вижу смысла отдавать деньги. Если ты катаешься просто где-то там, вот как мы на природу там где-то выехали. Где-то там по городу покатались по всяким веломероприятиям. То, ну, в принципе, тогда и таких велосипедов достаточно. Вот. У Иры Бенета, который мы переделали в трек. Вот. Сделали наклеечки ему трек. А у меня тоже, ну, как бы, далеко не брендовый какой-то велосипед. Хотя я читал про эту фирму Mars Star. Вроде как бы фирма где-то там за границей известная. И делает там чуть ли не с времен 45-го там года. И там еще, по-моему, до этого они делали велосипеды. Ну, как-то вот так вот. Ну, в общем, два Ашанчика у нас. И мы катаемся, ничего нормального. Вроде у нас спрашивают, когда вы себе поменяете в велики, когда вы уже купите себе более профессиональные. Ну, нахрена они нам надо? Пока достаточно и того, что есть. Сейчас вообще вот наступят еще тяжелее времена. Наверное, вообще откажемся и будем пешком ходить. Так что вот как-то так. Ну, все, в принципе. Будем заканчивать это видео. Обо всеми ни о чем. Это так. Было видео, чтобы поговорить. И передать привет. Да. Передать привет человечеку, который, наверное, будет ему интересно посмотреть это видео. Так что, Влад, привет тебе. А, кто смотрит наши друзья Андрюха? Ну, наверное, там, не знаю, дядя Толя может смотрит. Может еще Влад смотрит ДНДЗ. Не знаю, кто там нас еще смотрит. Серьвага с Житомира. Короче, всем привет, пацаны. А Антона Вобликова ты забыл. А, да, Антон Вобликов еще, наверное, тоже заходит иногда на наш канал. Конечно, у него видео более круче у Антона, чем у нас. Ну, мы это на телефон снимаем. Ну, бывают там какие-то цифровики там еще что-то. Ну, короче, в общем, бомжи мы. Нет у нас на что снимать нормально, но как-то так. Не знаю, будут хорошие времена, купим себе что-то. Какие-то камеры там хорошие. Поэтому вот так. А, сразу. Блин. Можете не писать комментарий по поводу вот этой штуки. Если кто-то там захочет писать, а то там где-то я слышал что-то там, кто-то мне там в личку ВКонтакте писал. Вот там на каком-то там видео, где мы с Ирой ходили зимой на наше старое место. Там кто-то мне написал в личку по поводу того, что вот с пневма там ходит, там туда-сюда. Ладно, все. В общем, видео затягивается. Мы взяли эту дубинку. Подожди, давай объясним. Взяли дубинку, потому что в этих краях очень много собак. И как я боюсь их, поэтому Саша для безопасности взял. Так что, как-то так. Да, она прошла весь Майдан с нами. Так что. Еще раз полюбуемся видом. И будем прощаться. Трещины уже идут. Ну, все, будем на этом заканчивать. Все, давай прощаться. Всем пока. Смотрим наши новые видео. Ставим лайки, дизлайки. Все, давайте. Всем пока. Пока.